здравствуйте сегодня 16 марта 2022 года 17 часов 42 минуты я сегодня днем ходил в центр села в магазин для того чтобы хлеб купить село мое находится в бывшем городнянском районе теперь это чернивский район черниговской области это север черниговской области украины приблизительно 60 километров от границы с россией и столько же приблизительно до границы с белоруссией с белоруссию и около 50 километров до чернигова в бывшем вот этом городе районного масштаба бывшем райцентре точнее сказать городня там есть пекарня и туда ездит на машине на свои на микроавтобусе наш местный батюшка и он привозит оттуда хлеб но привозит это часам к двум дня к магазину в центр села а я в центр села шел пораньше чтобы побыстрее очередь занять пораньше чтобы не в конце очереди оказаться хотя бы там в середине там или ближе к началу ну и пока я шел к центру села я увидел такую картину ехали военные российские эти грошевские машины в общем такая своеобразная техника значит машины но одна машина допустим камаз и ей на кузов загружается передними колесами машина урал вот ну или другой там модели но в основном уралы были таким образом не на жесткой сцепке потому что жестких сцепок не хватало прямо передние колеса грузится на кузов там это как-то фиксируется привязывается но я там детально не рассматривал потому что и нельзя было рассматривать и как раз вот этот вся эта пыль которая летела из-под колес там настолько сильно разбили дорогу брусчатку что там уже той брусчатки рожки до ножки остались там дороги практически нет уничтожили и вот и значит задние колеса этих машин они оказались без автомобильных покрышек и без камер то есть вот этими дисками ободами вся эта техника катилась по асфальту по брусчатки карданы работали то есть культа не отключены был но от двигателя от коробки передач кардан отключается за счет коробки передач на нейтралка уставиться картан кардана крутится и передаёт от коробки передач ты с точнее сказать от задних колету от оси и задних колес коробки передач передает вращательное движение конечно диски эти все убитые там искры летели из-под этих дисков вот и все вот это ехала в сторону райцентра бывшего райцентра репки теперь это просто город черниковской области и он входит состав черниевского района черниковской области но вот так вот укропнение сделали райцентра городня сократили и райцентр репки сократили ну и другие тут райцентры тоже так посокращали пообъединяли с черниевским районом черниговской области вот и такой техники было довольно много и на специальных таких низких прицепах больших грузных ну вот 40 тоннный железнодорожный вот этот морской кон контейнер 20 тонны или 40 тонны контейнер запросто можно поставить и он такой длинный ну широкий там стандарт наверное два метра или сколько там по ширине этот прицеп номер на больше двух метров но и длиннющий такой метра 12 много даже больше или там 16 метров но большой длинный и везли и гаубицу там одну везли их которая сама своим ходом ехать не могла и бтр там ехал и на кузов такой грузовой большой машины поставили такой деревянный кузов но он такой прочный мощный поставили бронетранспортер который на гусеничном ходу и ехала там машина похожая на урал с таким краном подъемником но с помощью него вот эту технику поднимали загружали вот так что вот эти вот вояки сраные так обеспечены техникой что даже нет запасных автомобильных покрышек и нет камер для того чтобы можно было на каждой оси у этих автомобилей у этих уралов там сзади две оси есть и на каждой оси по два колеса с каждой стороны то есть всего раз два три 4 5 6 7 8 колес и вот получается что в одной какой то там машины только два колеса осталось другой машины из задних колес вообще ничего не осталось то есть только диски эти остались и все покрышек не было то есть либо их снимали эти покрышки на другие машины ставили может быть машина там было уже какая-то поврежденная а может быть и не поврежденная могла своим ходом ехать но покрышек не хватало, и с нее снимали автомобильные вот эти покрышки, шины и камеры, и ставили на другую технику, чтобы она могла ездить. В общем, голодьба, голодранцы и нищеброды вторглись на территорию Украины с такой старой советской техникой, и настолько нищие, что даже не способны были с собой пригнать машину, которая везла бы запас этих автомобильных покрышек, шин, чтобы можно было в случае какой-то аварии, прокола или еще чего-то, или попадания какого-то снаряда, чтобы можно было заменить их. Но вот эти машины явно не обстреливались, там никаких следов пуль от ничего этого не было. То есть это просто на дорогах, там где они ездили, они повредили вот эти автомобильные покрышки, и вероятнее всего, что снимали с одной машины и ставили на другие, где, чтобы был полный комплект. Ну и вот эти покрышки, они такого типа, как на военных Уралах, или на Кразах на военных. Вот Краз такой лапотник называется, то есть такой, который с елочкой, с рисунок протектора елочка. И это покрышки высокой проходимости, то есть и по болотам можно ездить, если регулировать давление, если давление понизить, чтобы шина такая мягкая была той, и по болотам можно ездить. Но вот этот Краз военный, который Лапотник называется, у него эти покрышки и широкие, и высокие, и их много. Сзади 8 штук на двух мостах, и передние два колеса, огромные такие, широкие. Ну то есть 10 колес на этом Кразе. Но Кразов не было. Вот я просто рассказываю, что тут у нас есть, в селе я видел, машина такая, которая лес возит и с леса. Ну имеется в виду бревна там попиленные, на этом Кразе. И я такую машину видел. Вот, то есть у нее такая проходимая, что она по любой дороге может проехать. И вот эти же военные машины, которые там и КамАЗы были, и Уралы, и другие модели автомобилей. Вот, тоже с такими протекторами. Ну это для внедорожья, чтобы можно было по грунту ехать и по всяким таким не обустроенным дорогам. Вот, ну шли вот эти машины мне навстречу, а я вдоль дороги шел, там отошел в сторону подальше, чтобы в случае чего, чтобы там и камни из-под колес на меня не полетели, с этой брусчатки, и чтобы там кому-то в голову не пришла мысль стрельнуть в меня, так ради развлечения. Ну и пылище это летело на меня, то есть я уже не мог никуда уйти, и там как вот суховей начинается где-нибудь в пустыне. Такое мило, что у меня все лицо грязное после прохождения через эту пылевую завесу оказалось. То есть поналипала пыль на лицо. Вот, ну хлеб я купил, я сегодня помогал разгружать эту машину, ну как и другие там мужчины, которые участвовали в этом деле. для того, чтобы побыстрее машину разгрузить, занести это все в магазин. Вот, и на три села сегодня хлеб распределили. В наше село и в два соседние, ну которые в нашу объединенную территориальную громаду входят. Так что потихоньку хлебом мы снабжаемся, потому что сидеть на одной картошке тяжело, не хватает питания. То есть картошка это углеводный корм, а нужна еще углеводная такая еда, а нужно, чтобы еще и белок какой-то поступал. То есть хлеб надо употреблять. Ну, мясо, рыба сейчас это недоступно, потому что сюда в село никакие машины с продуктами не приезжают, и это только если в городню ехать, там еще что-то можно купить, там кое-какие запасы продуктов есть. Вот, ну туда, чтобы поехать, это на велосипеде нужно ехать, вот, или на машине, и нужно с паспортом туда ехать, и контрольно-пропускные пункты эти российские вояки поустраивали при въезде, выезде из каждого села, и по дороге там несколько вот этих вот шмонаний нужно пройти, и мобильные телефоны забирают, вот, и деньги могут забрать, и симки из мобильных телефонов забирают, ломают, или просто забирают, ну если там деньги есть на карточке, так могут забрать, и с нее потом звонить там себе на родину, пока все деньги не выговорят. Ну то есть, самые настоящие бандиты с большой дороги, и варье, и эти самые вопники, так называемые, это не военные, это не вояки, это шантропа нищебродская. Вот, ну в общем, я сегодня взял хлеб и для себя, и для двух соседей, четыре буханки, всего удалось в магазине взять, вот, продавец говорил, что это много, что нельзя, столько, ну это я не себе беру, это я для себя беру, и для двух соседей, потому что люди сидят без денег, у меня чуть-чуть денег еще есть, вот, а этих людей тоже жалко, сидят без хлеба, и только на картошке, и долго так не продержатся, поэтому я и для них купил хлеб, и они мне, ну потом картошкой отдадут, то есть картошка у них в погребе есть, а мне картошка будет нужна и для еды, потому что коты едят, и для посадки будет нужна, я вот картошку экономлю так, что когда ее чищу, так я срезаю кожуру, и глазки вот эти сохраняю, там с таким, ну где-то миллиметра четыре-пять слой оставляю на очистках на этих под глазками для того, чтобы не картофельными целыми посадить, а глазками, но это во время войны, так люди садили картошку, мне самому так никогда не приходилось садить, но я эту технологию знаю, и я увлекаюсь и с удовольствием, и огородничеством, и пчелами, и мне это близко, мне это нравится, и я значит хорошо осведомлен в этих всех аграрных вопросах, некоторые люди в селе сами выпекают хлеб, либо в газовой духовке, либо в печи, или в электрических духовках, ну если электрическая печь дома ест, но чаще всего это газовая плита, обычная газовая плита, которая на магистральном газе работает на метане, и, ну или в пропановой духовке можно, ну пропановая духовка там довольно большой расход газа получается, вот, больше расход газа выходит, а метановые вот эти духовки, можно хлеб самостоятельно дома делать, ну или у кого печь есть, там печь протопили, еду сварили, и когда она там чуть-чуть подостынет, туда ставится в формах металлических, в алюминиевых, прямоугольных или круглых, тесто, которое на дрожжах замешивается, оно подошло, уже поднялось, и оно там запекается, и получается такой домашний хлеб, есть тут люди, которые сами хлеб выпекают, вот, ну в общем, хлеб я купил, 18 гривен за буханочку, весом 700 грамм, вкусный, хороший хлеб, и этот хлеб выпекается благодаря тому, что тут наш местный руководитель, директор сельхозпредприятия, он дает зерно, для того, чтобы из этого зерна получить муку, перемалывается эта пшеница на муку, эту муку отвозят в пекарню, в городню, и там из этой муки делается хлеб и для наших сел, и для городни, вот таким вот образом сотрудничество города и села происходит, местная пекарня, которая здесь есть в столовой, колхозной, в сутки там за день выпекается 90 буханочек в электрической печи, ну там многоярусная такая печь, ну 90 буханок в такое мирное время для сельской столовой это вполне с головой хватает, и там даже больше хлеба останется, чем сотрудники этого предприятия могут съесть, а вот тогда, когда вот сейчас когда хлеба нет и никто не привезет его сюда ни из Чернигова, ни из другого города, вот, ну раньше из Чернигова возили из Киева, там даже из Харькова привозили хлеб, ну то есть налажена была торговля этими продуктами питания, издалека сюда продукты привозили в местные магазины, только деньги платим, а мы привезем все в что угодно, так вот сейчас хлеба не хватает, и на одно село стобуханок дали, на другое село стобуханок дали, и на это село оно самое большое, 300 буханок хлеба, вот, ну так, по моим впечатлениям, вот, ну может быть не 300, может быть меньше, но сегодня большая очередь собралась, я где-то в числе первых 15 человек в очереди был, вот, но я пока там разгружал, пока там раскладывал по ящикам, по коробкам этот хлеб, получилось так, что почти вся очередь прошла, но я в самой машине отложил эти 4 буханки, потому что я вижу, что может мне не хватить, вот, и пошел в магазин, рассчитался, заблотил деньги, и продавец там начала возмущаться, что типа для меня это много, но я ей объяснил, что это же я не себе беру 4 буханки, а на 3 двора, то есть на 5 человек, вот, так что хлебом мы потихоньку снабжаемся, вот, и сегодня вечером я в 17.45 слушал передачу украинского радио на украинском языке, и передали такое сообщение, что вот этот райцентр бывшего родня, это Черниговский район Черниговской области, он находится на дороге между Черниговом и Гомелем, там тоже оккупирован этот городок, я в нем много раз был и через него проезжал, ездил такое село Еслюбич на границе с Белоруссией, там плуги покупал, на велосипедном прицепе туда ездил, в общем, поездка такая была очень дальняя, это было зимой, в декабре месяце, в общем, холод, я удивляюсь самому себе, как это я так умудрился в такой собачий холод, под мокрым снегом, съездить и притащить на велосипеде этот, значит, там несколько плугов, несколько таких вот там рала и окучник, в общем, там много всяких этих самых, ну, плуги конные имеется ввиду, вот, и вес этого железа, ну, килограммов так за 80 было, может быть, даже больше, чем за 80 килограммов, вот, и не столько важен этот вес, как важно расстояние, и как вот эта погода, ну, в общем, хватило у меня здоровья туда-обратно съездить в такие погодные условия, конечно, тяжело было ехать, к чему я рассказываю по поводу репок, репок, передали по радио сообщение о том, что вот эти российские оккупанты, эти расшисты пришли в дом жителя репок этого города, который является председателем общества рыболовов и охотников, или охотников и рыболовов, и у этого председателя дома есть учетная книга, где записано в этой книге, какие у него там среди жителей этих репок, там и соседние села, есть охотники, входящие в состав этого общества, и вот эти расшисты хотели пройти с этой книгой по домам, по дворам, и позабирать у людей оружие, огнестрельное, охотничье, и что сделал этот председатель общества рыболовов и охотников, он достал, где-то там у него лимонка была спрятана, граната, или не лимонка, но в общем гранату он снял, достал там, где-то она у него там припрятана была, зашел в ту комнату, где находились эти расшисты, фашисты, чеку выдернул, разжал там предохраняющую вот эту вот рукоятку, и граната взорвалась, и погиб этот человек героический, и погибли вот эти расшисты, которые пришли за книгой для того, чтобы вычислить по ней всех этих охотников и рыболовов, ну рыболовы, там у них охотничьих оружий нет, а вот охотники, которые с оружием, двухстволками, там или по горизонтали стволы расположены, или по вертикали там, вот, и таким образом он с ними расправился, и не удалось им заполучить эту книгу, конечно, там и дом разрушен, в общем, видите, какие героические люди есть в Украине, самые настоящие патриоты, которые ради того, чтобы спасти жизни своих односельчан, живущих с ним в этом городе Репки, в Черниговском районе, Черниговской области, ну и поселом там, по соседним, он пожертвовал своей жизнью, не выдал этих людей, и уничтожил там нескольких этих расистских фашистов, оккупантов этих. Вечная память этому человеку, он самый настоящий герой, и я думаю, что президент Украины наградит этого человека за мужество и героизм, потому что этот поступок, он заслуживает большого уважения, поклонения этому человеку и вечной памяти о том, что он такой подвиг совершил, пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы спасти жизни других людей, односельчан. Вот что значит патриоты и украинцы. В России таких людей, я думаю, что днем с огнем не найдешь в этом Лаптистане. Сегодня продолжались бои под Черниговом, пока я там в очереди стоял за хлебом до двух часов дня, пока машина эта из городни с хлебом не приехала, стояли там под магазином. Военная техника этих россиянских захватчиков туда-сюда ездила, по центральной улице, ну, как раз напротив этого магазина. Бабье пряталось за магазин, мужчины там некоторые тоже уходили, прятались, но я никуда не прятался, стоял там возле магазина. Ну, конечно, под колеса к машинам к этим не лез, и где-то на 15-20-метровой дистанции находился от проезжей части. вот, так что слышны были выстрелы гаубиц, которые обстреливали Чернигов с направления юга, северо-востока, точнее сказать, не юга, а северо-востока Чернигова. Это там, где от Чернигова идет дорога на Мену, на Новгород-Северский. Вот, на расстоянии приблизительно 15-20 километров оттуда шел обстрел Чернигова. Стреляли. Сегодня утром я делал запись сообщений, вот, и видео даже снимал, как слышны были взрывы эти. Так что Чернигов мужественно, героически сопротивляется этим захватчикам, и видите, вот, даже в таких маленьких городах, в бывшем райцентре, наш украинский гражданин, не знаю, кто он по национальности, русский, или белорус, или украинец, вот, или другой какой-то национальности. Фамилию сообщили, но по фамилии непонятно, там, какой национальности. Это может быть и белорусский, русский, украинец. Такая фамилия нейтральная, то есть она подходит для этих трех национальностей. Я сейчас не могу воспроизвести имя, фамилию, потому что я ошарашен был этим сообщением, и, значит, не запомнил ни имени, ни фамилию. Ну, в общем, в интернете можно будет посмотреть сообщение о том, что 16 марта 2022 года в бывшем райцентре Репки, Репкинского района, Черниговская область, председатель общества охотников и рыболовов в своем доме взорвал гранату, пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти своих односельчан и не выдать списки этих охотников и не подвергать их опасности. Ну, и одновременно он там унес жизни нескольких этих расистских оккупантов. Вечная память погибшим людям, которые с героизмом и самоотверженностью и с мужеством защищают нашу Родину, Украину, огромное вам спасибо за то, что вы не прячетесь под юбками у баб, а проявляете мужской характер и проявляете мужество. Самое настоящее, достойное уважение и пример для детей, внуков и всех будущих поколений. Желаю всем героям Украины, всем защитникам Украины 100 лет жизни, здоровья вам, благополучия, удачи во всех делах, берегите себя, всем удачи, до свидания, всего хорошего и до следующих выпусков моих сообщений. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok